Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Мы продолжаем серию уроков на тему Woodmart, урок 29. С этого урока у нас начинаются большие настройки, именно касающиеся магазина. Woodmart – настройки темы, далее магазин. И здесь раскрывается целый ряд настройок, которые мы будем разбирать. В этом уроке разберем именно на настройки магазин. И давайте смотреть. Первые настройки – показать всплывающее окно. Здесь подсказки есть. При добавлении в корзину будет всплывающее окно. Ну, давайте сразу посмотрим. То есть у нас есть три вариации. Я пройду в свой магазин. Вот так вот будет всплывать окно. Продолжить покупки или посмотреть корзину, или закрыть. Следующий вариант – показать виджет. Если нажимаем на корзину, сбоку будет выскакивать. И ниже автоматически скрывать виджет через секунд, три секунды. Можете уже сами без меня посмотреть. Или без действий, когда человек просто добавляет в корзину, и чтобы не мешало ему ничего, положить другие товары. То есть если мы сейчас, допустим, что-нибудь добавим, у нас здесь-то подсчет ведется, но ничего не мешает, ничего не всплывает. Следующая опция – артикул. Где выводить? Вот здесь в подсказках хорошо видно. То есть если корзина у нас, вот такой боковой виджет выскакивает, показывать его в боковом виджете. То есть да, нет, у нас все выключено. Следующий – это показывать артикул, когда переходим на промежуточную страницу. Давайте это посмотрим, но сделаем показать виджет. Сохранить. Нажимаем в корзину. И вот переходим «Просмотреть корзину». Здесь пока у нас некрасиво все смотрится, потому что у нас здесь сайт-бар, он тут не нужен. Его мы можем отключить. Вот у нас артикул выводится у товаров. Здесь просто артикул я не добавлял, вот здесь я артикул добавлял. Следующий показатель – артикул в письме, который приходит на почту клиенту в заказе ордер. Дальше – показать артикул в поиске, когда у нас Ajax поиск срабатывает. Здесь это видно. Дальше – режим каталога. Это прикольная штука, когда просто нужно, чтобы выводились все товары, но без кнопки «Добавить в корзину». Вот мы видим с вами, здесь нету никаких кнопок. Если провалимся в карточку, также здесь кнопок никаких нет. Ранее мы с вами разбирали уже таблицу размеров. Если вы вообще это не используете, то лучше это отключить. Дальше – войдите, чтобы увидеть «Добавить в корзину и стоимость». То есть человеку нужно будет обязательно авторизоваться. Давайте посмотрим. Мы увидим напротив каждого товара текст «Войдите», чтобы увидеть цены. То есть если нужен такой подход, то человеку предложат зарегистрироваться. Следующая опция – «Вместе с этим часто покупают». Вот такой некий блок. Вы, наверное, часто такое видели в крупных интернет-магазинах. Когда вы хотите купить товар, а к нему можно купить, допустим, покупайте часы, к нему какой-нибудь чехол, дополнительный ремешок или еще что-то. Или покупайте телевизор, а к телевизору вот здесь часто покупать вместе, допустим, кронштейн, плюс там что-нибудь еще. И вот такая вот цена интересная. Это здесь настраивается визуально, то есть вообще включать это или нет. Далее здесь на компьютерной версии, чтобы это все красиво смотрелось, количество товаров, сколько штук вы решаете, будет отображаться. Ширина формы здесь тоже видно в миниатюре, как это работает. Блок уменьшается с кнопкой, увеличивается и так далее. На планшете тоже автоматически стоит сколько колонок и на мобилке стоит автоматически. И ползунком, естественно, ширину можете здесь управлять. То есть мы здесь сначала это активируем, просто активируем, сохраняем настройки. Далее нам нужно пройти товары. И здесь вот будет у вас, видите, по-русски написано, вместе с этим часто покупают. Сюда заходим и здесь, естественно, это нужно настроить. Нажимаем добавить, придумаем какой-нибудь заголовок, скидка на основной продукт, можно здесь задать в процентах. Дальше здесь мы выбираем вот эти вот товары, скажем, которые дополняют основной товар. Ну, я возьму просто разные какие-то товары. Сейчас просто наобум. Дальше, если есть где-то скидка, то вот здесь вот можете скидки проставить. И так сколько угодно. Ну, наверное, обычно это 2-3 товара сюда обычно добавляют в этот блок. Разрешить настройку, включить эту опцию, чтобы разрешить пользователям настраивать комплекты. То есть на ваше усмотрение да, нет. И чекбокс, галочка сразу зажата, либо не зажата на ваше усмотрение. И дальше есть переключатель скрыть товары, которого нет на складе. То есть вот так вот, допустим, мы настроили, сохранились. Следующее, нам, естественно, нужно пройти в сам товар, к которому будет доступен вот этот блок. Вместе с этим часто покупают. Допустим, зайду в часы. И здесь есть дополнительная у нас опция. Вот видите, вместе с этим часто покупают. То есть это все опции, естественно, они доступны от темы Woodward. Если вы ее использовать не будете, у вас этих возможностей здесь нигде не будет. Здесь мы просто выбираем, то есть к этому часы товара. Вот у нас единственный пока что есть. Вот он тут подгружается. Планшет, то, что мы выбрали. И прямо отсюда мы можем удалить, либо редактировать. Редактировать именно вместе с этим часто покупают. Вот этот блок, то есть перейдя по ссылке, прямо отсюда мы можем перейти к редактированию. Далее мы нажимаем обновить. В моем случае у меня с этим какие-то проблемы. Напишите в комментариях, у вас то же самое. Во-первых, улетает весь дизайн. Видим, совсем как-то отображается что-то не то. Этот блок у нас выводится. Вот про эти чекбоксы шла речь в настройках, они зажаты или нет. Вот эти три товара. Я, если что, использую версию Woodward на момент записи самую актуальную. То есть версия у меня 7.3.2. Здесь явно-явно какие-то проблемы. То есть когда мы подключаем блок, вместе с этим часто покупают, вы видите, у меня дизайн полностью ломается. Причем на другом демо-сайте, там идет долго-долго загрузка. И в итоге он вообще не отображается, этот блок. Поэтому пока что это не работоспособно. Следующая прикольная тема – динамические скидки. Если используем, сейчас увидите, как это будет выглядеть, то включаем ползунок в положение «Да» и вот эту тоже включаем в положение «Да». Таблица динамических цен на странице одного товара. Сохранить. Далее мы переходим в товары. Здесь будет у вас «Динамик», «Дискаунт». Это как раз тоже тема Woodward. И здесь мы создаем первую систему скидок. Здесь мы выставляем приоритет. Ну, стоит один, оставляем один. И дальше цена. Вот здесь у нас идет в колонке, нам нужно это все заполнить. «From», то есть «От» и «До». То есть, допустим, до 10 товаров. Здесь мы выбираем тип, то есть фиксированное, либо процентное. Давайте выставим процентное и, пускай будет 5 процентов. И сколько угодно можете добавить. Допустим, если купят сразу 15 единиц этого товара, то там, допустим, будет 10 процентов, 30, 15 процентов. А здесь мы решаем, включаем, исключаем. Допустим, включить по ID и можно указать вот так вот по идентификаторам конкретному товару, либо категория продуктов. То есть, на категории часы, в категории часы все продукты будут эту таблицу видеть. То есть, либо конкретному товару, либо по тегу, либо все продукты. И также можно правил добавлять разных-разных, где будет отображаться вот эта скидочная вся история. А, да, «From», то есть, нам надо указать от, ну, то есть, от 0 до 10 или от 9 до 10. Так, здесь до 10, здесь, допустим, от 12, а здесь от 25. Вот так вот обновить в карточке товара. Появляется вот такая симпатичная табличка. На мобильных устройствах тоже все смотрится красиво, адаптивно. Даже если я здесь вот начну прибавлять количество, вот, допустим, минимальное от 9, да, оно сразу подсвечивается, видите. И скидка будет применяться. Соответственно, если я иду дальше, 13 товаров. То есть, от 12 до 15 действует скидка. Еще больше. И дальше у нас все работает. И даже если используется вариативный товар, если я захожу на килограмм, здесь тоже обновляются цены. 100 грамм, тоже это все здесь суммируется. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google PageSpeed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта. Но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. После важного старого дня. Субтитры сделал DimaTorzok